13.06 я первый раз попал в Вайдар Все понимают, что мы воюем, да? Ну, если мы столько людей похоронили, столько, и это мирные люди, которые находятся в зоне военного конфликта, и военные, ну, везде в мире это называется война Туристический акт, который был совершен в Соединенных Штатах и привел к 2000 жертв, закончилось огромными воинскими кампаниями на Ближнем Востоке Он был краткий по времени и повлек за собой большие жертвы У нас, мало того, что большие жертвы, еще и длительный по времени конфликт, и мы все равно его называем антитеррористической операцией Здесь парни сидят уже 2-3 месяца по уши в этих окопах, они не понимают, почему при антитеррористической операции должны сидеть в окопах и пачками хранить друзей Что же за террористическая операция? Взять населенный пункт Спартак, возле аэропорта, возле Донецка, там железнодорожная ветка проходит, идет она в сторону Донецка Ну, уже как бы не стесняясь, броня заезжает просто на платформах, даже не закрытая Ну, то есть, в нагло уже так, что, ну, какая, зачем тратиться на маскировку, если можно и так Единственное, последнее, что они, как бы, еще не сделали, последний шаг в, ну, как бы, в легализации себя, как военных Российской Федерации Это просто не надели шеврот Власть Украины играет Пытается играть свою игру Очень-очень хочу верить, что эта игра, она не согласована с врагом Очень хочу верить Но факты, к сожалению, меня каждый раз тыкают носом Причем первые, первые факты начались, это был вторая половина августа Когда, в принципе, была произведена самая большая сдача интересов Украины в Луганской области Лично там, где подразделение Айдар проводило боевые действия Мы не находились в тот момент в войне И все нам про это говорили, что это не война Поэтому ответ надо будет находить А задавать их будут сто процентов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok